Киберпанк экшен Neo Berlin 2087, премьера экранизации Five Nights at Freddy's, уникальная консоль Xbox Series X в дизайне Atomic Heart. Все это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем видео, так что загружайте свой царский королевский лайк, оформляйте подписочку на канал, ну а мы начинаем. Немецкая независимая студия Illusion Games представила экшен Neo Berlin 2087, анонсирующий трейлер проекта сначала появился на официальном YouTube канале PlayStation, а затем была открыта страница в Steam, благодаря которой стали известны детали грядущей игры. Neo Berlin 2087 является консольным эксклюзивом PlayStation 5 и разрабатывается на Unreal Engine 5. Игра представляет собой боевик в сеттинге Киберпанка с видом от третьего и первого лица. Авторы описывают свое творение как глубокий кинематографический детективный триллер, действие которого происходит в мрачном будущем. Пользователям предстоит посетить Берлин 2087 года, где технологические достижения и всеобщая киберизация разделили общество на двухклассовую систему. Богатые правят городом, а бедные борются за выживание в трущобах и смертельно опасных пустошах за пределами городских стен. При создании Neo Berlin 2087 разработчики вдохновлялись классическими представителями жанра «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах». Релиз боевика намечен на 2024 год. Студия Blum Horse объявила дату выхода фильма по серии игр Five Nights at Freddy's 27 октября 2023 года в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock. Главные роли сыграют Джордж Хатчерсон и Мэтью Лилард. Джордж Хатчерсон перевоплотится в охранника жутковатой пиццерии Freddy Fazbear's Pizza, а Мэтью Лилард применит на себя роль маньяка. Режиссером выступает Эмма Тами. С анонсом даты премьеры показали первый кадр из фильма. Студия Mount Fish объявила о розыгрыше уникальной версии Xbox Series X в дизайне рем-шкафа Элеонора. Из шутера Atomic Heart. Для того, чтобы получить шанс выиграть эксклюзивный комплект из кастомной консоли и геймпада, необходимо подписаться на твиттер-аккаунты главы студии Роберта Багратуни и команды Mount Fish, поставить лайк-посту с розыгрышем и репостнуть запись к себе на страницу, не забыв указать хэштег AtomicNor. Принять участие в розыгрыше можно до 24 апреля. После этого организаторы соберут список всех участников и присвоят каждому номер, один из которых будет определен победителем с использованием автоматического генератора случайных чисел. Весь процесс запишут на видео, а призера объявят через публичное сообщение. Компания Electronic Arts и разработчики из Respawn Entertainment опубликовали финальные системные требования к ПК-версии Star Wars Jedi Survivor. Проекту понадобится 155 ГБ свободного места и графический ускоритель не слабее GTX 1070, а в рекомендуемых значится твердотельный накопитель для установки, 16 ГБ оперативной памяти вместо 8, а также видеокарта RX 6700 XT или RTX 2070. Star Wars Jedi Survivor выходит 28 апреля. Российская розничная сеть M-Video и Eldorado начнет продажи игры на дисках через 3-4 недели после официального запуска во всем мире. Стоимость стандартного физического издания составит 8000 рублей. В марте Epic Games выпустила Unreal Editor для Fortnite. Инструментарий, предоставляющий игрокам огромный простор и возможности для создания собственных карт и режимов. Игровое сообщество сразу начало переносить в королевскую битву карты из многих игр, в том числе из Call of Duty. Однако Activision не оценила старания фанатов. Компания потребовала от Epic Games удалить воссозданные игры, включая Rust и Shipment. Создатель контента Джейк Лаки отметил, что это было вопросом времени, поскольку в условиях соглашения указан запрет на копирование чужой интеллектуальной собственности. Запрет, вероятно, связан с программой Creator Economy 2.0 от Epic Games, новым способом заработка для создателей контента. Проблема со скопированными картами из Call of Duty грозит перейти в сферу нарушения прав за товарные знаки, поскольку Creator Economy 2.0 открывает возможность получать прибыль от работ, а карты Activision Blizzard защищены авторским правом. Что ж, вот такие новости произошли за эту неделю. Пишите в комментариях, как вам они, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а мы увидимся на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok